Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбро, это новое прохождение на нашем канале. И да, вы наверное хотели, чтобы я начал играть где-то в Тибете, поближе к Китаю, потому что DLC как бы про это. Но ребят, мне не особо здесь лично понравилось играть, пробовал здесь записать прохождение, ничего толкового и интересного не происходило. Я возможно его сделаю, но, пожалуй, когда лучше, хотя бы выйдет версия 2.8.1. А сейчас я хочу сделать прохождение в новом формате, то есть большие фрагменты, где мы постоянно ждем что-то, я буду вырезать. И не так, как раньше, а именно чуть ли не нарезку делать, потому что записывать длинные видео я не в состоянии, потому что здесь как бы, ну, постоянно дискотеки в общаге происходят. А я лучше в этой дискотеке буду монтировать, чем буду разговаривать с вами. Вот, и поэтому я думаю, вам так тоже проще будет, потому что как бы одно дело смотреть 30 минут серию, а другое дело 15 минут и получать ту же самую информацию. Ну, я думаю, вам это, в принципе, понравится. Так, а теперь давайте перейдем, собственно, к игре. Играть мы будем за... китайца. Китайца и бодита, да, да, я знаю. Китайца и бодита в Венгрии. Вот так. И знаете, что я хочу? А давайте вы мне напишите сами свое предположение, как он мог здесь оказаться. Ну, понятное дело, это я его в редакторе сделал. Я вообще хотел сделать его авантюристом, но не нашел в редакторе эту черту и как бы читом добавлять мне не захотелось. Потому что это уже как бы читерство. Но в комментариях напишите, пожалуйста, ваши варианты, как он мог здесь очутиться. Может, это реально авантюрист или просто купец, который купил эти земли. Или так совпало, что он тупо начал здесь править. Я посмотрю ваши варианты и, может, какой-то даже примем за основу. Так, ну что ж, сейчас я... Так, ну что ж, давайте приступим к игре. Я, в общем, понабирал дворян и дебютанок себе, потому что пока вы не запустили время, они стоят одну монетку. И почему бы не заселить китайцами хотя бы эти небольшие территории. И это для жен, потому что я не хочу с другими мусульманами заключать браки, потому что, ну, может испортится кровь и там все такое. Так, а вот дебютанки уже, кстати, к нам приехали. Посмотрите-ка, они все здесь аппетитные. Вот, особенно вот это вот. Богослов, амбициозные. Вот давайте сделаем ее главной женой. Так, смотрите, а еще и советником решил нас сделать. Ну, советник это не такая важная должность. Вот, канцлер самое главное. Ну, у нас там как бы и военки много. Тоже, в принципе, маршалом же можно было сделать. Ну, советник это тоже как бы неплохо. Пойдет, окей. Так, и еще нужно других жен выбрать. Так, ну сейчас, конечно же, нужно выбрать свой путь и амбицию. Я вот, конечно, взял бы военку, потому что мы сейчас слабенькие и нам нужны войска. Хотя, правление... Нет, все-таки здесь лучше военка в любом случае. Почему, вы спросите, я выбрал график, который владеет двумя провинциями, если здесь есть по-хардкорней с одной. Ну, ребят, мы ведь ибадит единственный целой Венгрии. И понимаете, на нас здесь сейчас недобро смотрят. А вот если бы мы играли бы слабеньким графиком, мы бы... Я не знаю, что бы они с нами сделали на самом старой те игры, сами понимаете. Но, тем не менее, мы здесь так-то не самые сильные. Хотя, смотрите, можем 1300 войск накопить. Но это благодаря военке, конечно. Сейчас нам нужно это накопить благочестие 50, чтобы напасть на наших соседей. Потому что для этого, как раз, 50 и нужно. И я хочу расставить совет. Я здесь поставил трех китайцев, скинув влиятельных вассалов. Конечно, плохая идея, стоило с ними все-таки отношения улучшать, а потом уже менять им религию на мусульманскую. Да, тут, конечно, я ошибочку мог сделать, но они были ужасные. Поэтому я назначил своих пока людей, а с ними будем отношения уже потом строить. А вот благочестие я собираюсь получить, совершив хадж в Мекку. Неплохо, мы стали терпеливым, еще получили черту скромной, что для мусульман как бы неплохо. Потому что плюс один благочестие, это многовато на самом деле. И сейчас у нас есть возможность получить еще один военный навык. На самом деле, мы уже стали очень даже жестким. И ранены. Нет, ранены не стали. Отлично, 112. Почти, считайте, сотку получили за один только хадж. Отлично. Так, ну сейчас мы уже вполне можем нападать. Я бы, конечно, подкопил войска. А, кстати, они упали из-за того, что регент. Да, нам уже как бы еще вернуться надо. Отлично. Оп. Ой, наша жена еще потырила технологии. Можем и легализм взять, или традиции дворянства. Тут в остальных феодалов, то есть с баронами в лучшем отношении, но я думаю, лучше, наверное, взять легализм. На, давайте. Подкоплю сейчас я войска, и уже будем двигаться дальше. Еще дипломатию плюс один получили. Блин, классно все. Он очень жестко выравнивается по статам. Прошло совсем немного времени, и мы стали сокольничьим. И, наверное, станем полководцем еще у нашего господина 14-летнего. Кстати, можете заметить то, что из-за русификатора здесь такая береберда в этой династии. Ну, что поделать. Я просто поставил русификатор 2.7 на 2.8. И тут такой конфликтик небольшой. Но мне сложновато на английском играть, проще на русском. Поэтому стараюсь не обращать на это внимания, и надеюсь, вы тоже меня поймете. Ладно, сейчас нос войск многовато уже, 906 целых, а у этого всего лишь 700. Хотя, если мы нападем, то в битве можно потерять так много войск, что не хватит на осаду. Я думаю, стоит немножко еще подождать. О, заблудши поданный. Будет неплохо, если ты будешь выравнивать наших вассалов. Именно, которые правят в землях. О, начинающий стратег. Еще военка. Да, мы все-таки персонаж будем жесткий. Круто было бы, если бы еще дети родились смешлеными. Но я почти на 100% уверен, что так не будет. Зная эту игру. И вообще, нужно еще рамадан проводить, чтобы улучшить наш упадок. Он сейчас находится на среднем уровне. Лучше, конечно, его до ноля опустить, чтобы бонусы огромные получать. Потому что мани, они реально имба из-за этого упадка, если правильно за ним следить. Но, рамадан обычно дорого обходится, поэтому оставим пока деньги на войну. Тяжелую пехоту. У нас уже 1314. Все, думаю, вполне можем нападать. Мы уже почти взяли крепость нашего врага. И тут, смотрите, Сузерен решает принять закон свободного назначения инвеституры папской. То есть, чтобы не папа назначал епископов ему, а он сам. Ну, как бы, я голосую за, потому что я еретик. И чем дальше мы Сузерен от папы, от католичества, тем, собственно, для меня я лучше. Конечно, давайте одобрим. Я, конечно, не уверен, что он его примет. Потому что обычно такое сложно дается. Ну, посмотрим. Не, ну, уже видите, против. Конечно, он, думаю, точно не примет. Не принял. А зачем было все это начинать? Так, а здесь я даже без понятия. Что будет лучше? Наверное, пусть будет... Пусть будет прямолинейный. Будем по центру стоять. Жена забеременела, что ты хочешь заручить поддержку. Конечно. Все, мы войну выиграли. Отлично. Прекрасно. 2300 войск у нас может быть. Нам продолжат 36 лет, и мы в стрессе. Это здоровье минус один. А нам еще нужно делать наследников. Но уже он у нас новый. Я думаю, проблем с этим не будет. И Рамадан уже можно провести. Отлично. Получаем еще черту умеренной. Я надеюсь, что нам поднимет чуть-чуть вотчину. Нет, не поднял. А поднять все-таки может это создание герцогства. У нас здесь есть варианты. Создать пест. Но мы контролируем только одну провинцию. То есть придется еще брать эту. И тогда уже можно будет делать. Но, конечно, эта провинция принадлежит нашему господину. И не самая лучшая идея делать этот титул. Хотя, в таком случае, может быть, ее насильно просить у него, чтобы он нам ее дал. Но есть еще один вариант. Это Теннис. Всего лишь две провинции. Но для старта можно сделать. Я думаю, 183 монетки. Или все-таки... А, да. Рамадан, конечно. Или все-таки захватить эту и лезть дальше. Тут же посмотрим по ситуации. Потому что, как-никак, у нас сейчас 3 из 4. То есть можно забрать эту провинцию и пойти сюда. Ну что ж, сейчас я хочу объявить ему войну. 456 войск. Я даже сопротивления не почувствую. Это точно. А, смотрите. Против. Потому что он слабый. И аривисты не хотят нападать на слабых. Так как кресло у нас одно и свободное. Это где? Это маршал. Слушай, а если мы тебе дадим денег? 16 на 24. Ну этого не хватит, чтобы тебе религию поменять. А ты, случайно, не жадный? Тоже нет. Жалко. Обычно с жадными проще. Намного. Даришь подарок и все. Плюс 50 отношений. Ладно. Тогда, наверное, можем напасть сюда. Хотя, смотрите. Наш сюзерен сделал здесь крупного вассала. Но я не думаю, что это сильно большая проблема будет для нас. 1066 войск у нас. 1056. Но при этом мы можем иметь 2500. Жалко, что, конечно, не дают напасть сюда. Ведь у меня были планы на это герцогство. О, ты жадный. Да? Ты жадный. Но ты все равно не будешь голосовать за, да? Это надо отношения хотя бы с то, чтобы они стали лоялистами. Можно, наверное, пойти сюда. Тоже 1066. Ну, мы зажаты. Блин. Сюда не можем. Сюда жирный слишком. Сюда жирный тоже слишком. Но вообще сейчас я очень надеюсь, что наш имам будет распространять ибадизм на эти земли. Очень маленький, понятное дело. Но зная, как нам везет обычно на 1%, то вполне можно на это рассчитывать. У меня вообще план всю Венгрию мусульманской сделать и двигаться уже на восток, к Китаю. Чтобы задеть его дипломатический радиус и начать с ним, так сказать, торговаться. Я думаю, там мы сможем много чего творить, учитывая, какие бонусы Китай может нам дать. А его радиус заканчивается вот здесь вот в Византии. Странный, конечно, то есть вот эти вот не могут, а эти могут. Наверное, потому что это земли Базилевса, то есть это его земля, да? Да, его. И поэтому такие вот огрызочки. Но нам нужно выйти где-то вот сюда вот, или сюда, чтобы задеть. Или в Египет. Наверное, проще будет сюда. Ну то есть нужно стать сильнее Византийской империи, чтобы двигаться на восток. А для этого, вероятно, придется и Хорватию тоже под себя поджать. Но она сейчас слабенькая. Ну, это сильно большие планы. Мы всего лишь вассал, который толком-то роли особо и не играет. Ладно, сейчас я тогда буду просто тянуть время, копить войска. Итак, все, я собрал вроде нормально войск, и здесь вышло сообщение о том, что мы лишились стресса. Трейты все плохие уходят, а хорошие появляются. И обычно с наследником такого происходить не будет. Обычно там все наоборот. Но я буду надеяться, что мы воспитаем его нормально. А возможно, родиться смышленый сын будет еще лучше. Ну тут, конечно, удача. Так, окей, лишаемся черты в стрессе. И сейчас нам нужно нападать на соседей. Проблемка с западным соседом это то, что он отдал все приграничные провинции своим вассалам. Из-за чего мы не можем напасть на него. Потому что забрать мы можем только провинцию, которая принадлежит ему. А вассалов мы его трогать не можем. И поэтому, как бы, ну, двигаться на запад нам не получится. На востоке, в принципе, здесь не такой уж и сильный чувак. Он, кстати, скоро сдохнет, потому что сифилис, стресс. Хотя он и лечится вроде. Ну, 50 на 50, в общем. Напасть можем вполне, но войск у него примерно столько же, сколько и у нас. Да, еще и он наш должник. Не хочется, конечно, этого делать. А здесь, как бы, у нас вассалы не хотят, чтобы мы нападали. Но это можно очень легко исправить. Канцлер и маршал, то у нас католики, которых мы не особо-то и любим. И можно поставить нашу венгерскую ябодита в канцлера. У него, конечно, навык на единичку меньше, но в целом-то какая нам разница. Так, даем ему, а денег мы дать ему даже не можем, да? Что-то многовато он хочет. Вроде бомж какой-то. Ноль монет, минус пять престижа. Че он столько денег-то требует? Ладно, теперь-то мы, надеюсь, можем. Да, все, отлично, можем. Технологии сейчас. Давайте возьмем легкую пехоту, тяжелую пехоту и осадные машины. О, теперь будем хоть пожестче. Поднимаем и идем в атаку. Все, войну мы завершили. Сейчас давайте кинем ему предложение о капитуляции и все. Провинция наша. Теперь у нас, кстати, лимит четыре из четырех. И чтобы это исправить, нам нужно создать герцогство. А стоит оно денег немало. Давайте глянем, кстати, сколько оно стоит. 184 монетки. Но тогда это уже в следующей серии мы оформим. И оно поднимет нам вотчину. И заодно я хочу уже убрать путь войны и пойти по пути правления. Возможно, оно тоже увеличит нам вотчину. И тогда будет просто классно. И создание герцогства даст нам возможность дергать законы централизации. Что, опять же, поднимет нам размер вотчины. Ну что ж, сейчас у нас четыре провинции занимаем. Мы нехилое такое место в государстве. И осталось нам еще распространять религию здесь. Проблемка, конечно, то, что у нас сюзерен католик. Это нам будет чуть-чуть мешать. Но я думаю, мы, в принципе, справимся с этим. У нас вроде имам хороший. Но процент маленький. Ну ладно, в общем, ребят, увидимся в следующей серии. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok